Это мой очередной праздник. Первое плодошение из косточки. Купил в 16-м году. Дальше вот это я не открывал видео. И сейчас открывать не буду. Иначе испортим все. Такая техника. Так. Обильная пишет. Так. Теперь так. Раз он знает что такое плюс гены персики. Значит он у меня выписывал эту вишню под названием. Вишня войлочная с генами персика. Так. А Иван Александрович года 4 назад. Если ошибся то на один год. Приезжала ко мне в гости. Ее привез наш большой-большой виноградарь. Так. Александр Петрович. О. Старею. Из Шушинского района. Александр Петрович. Сейчас скажу. О. Да. Ну походу скажу. Короче. Я их угощал. Я это запомнил. У меня памяти все врезать. Я не знал что судьба нас теперь надолго соединит. С девушкой. Которую я называю дочкой. Вот. Но именно так случилось. Что они первые попробовали вишню с генами черешни. Вот. И она оказалась. Ну я так же. Вот два куста. Пробуйте где слаще. Вот видите. И человек тут же показал. И это мой призыв услышал. Тут же. Ее можно назвать лучшей волочной вишней для средней полосы России. Ее можно назвать единственной волочной вишней. Много вы видели в средней полосе России. Я под Москвой две нашел. Есть невозможные. Те которые я нашел. Она была. Вот посмотрите на ноготь на мизинце. Как ее умудрить вырастить на ноготь на мизинце. Гляньте. Вот такая. А человек уже что сделал? Оставить предварительную заявку на синице вишней волочной плюс генами черешни. Пожалуйста. У него теперь своя клиентура будет. Почему? Она очень легко сходит. Вот. Она настолько легко. Я показывал вот так как щадина. Участок где-то метр шириной и три метра длиной. И там сотни таких. Сергей продать так не смог. Короче. Это просто удивительное дело. Готов продавать по дешевке. Там по 200 рублей. Может по 100. И она же есть в этом каталоге. А я до сих пор понять не могу почему к ней такое отношение. Ну. Благодаря Федосееву по маличку расползется. Видите.